Добрый вечер, дорогие наши телезрители! Вас приветствует телеканал Вечерний Дмитров и, как всегда, благодарит, что этот вечер вы вновь вместе с нами. Сегодня четверг, вы смотрите прямой эфир. Интерактивное общение с вами поможет нам его провести. Тем более, тема сегодняшнего нашего эфира очень и очень актуальна. Безопасность дорожного движения и безопасность на всех без исключения дорогах Дмитровского района. Я с удовольствием представляю гостей нашей студии. Первым справа от меня сидит Андрей Александрович Ершов, исполняющий обязанности начальника районного отдела ГИБДД. Следом сидит Петр Витальевич Булатов, начальник штаба 2-го батальона ДПС. Я напоминаю, что районный отдел ГИБДД обслуживает все дороги областного, районного значения. Это более тысячи километров дорог. Ну, а в компетенцию 2-го батальона ДПС входят федеральные трассы. Это, конечно, по протяженности чуть поменьше, но вот по ситуациям, которые там возникают, проблем, поверьте, у сотрудников 2-го батальона ничуть не меньше, чем у сотрудников районного ГИБДД. Словом, если у вас есть вопросы к нашим гостям, которые связаны так или иначе с профилактикой дорожно-транспортных происшествий, с улучшением вообще ситуации на дорогах, с какими-то вопросами, которые помогут, может быть, решить подчас непростые ситуации, которые складываются на дорогах нашего района, пожалуйста, звоните к нам в студию. Номер телефона выведите на своих экранах, либо же пользуйтесь интернетом, заходите на наш сайт СМТ Вечерний Дмитров, найдите сноску задать вопрос в прямой эфир, пишите свой вопрос, я его озвучиваю, гости на него отвечают. Итак, еще раз здравствуйте. День сегодня выдался напряженный. В принципе, наверное, у сотрудников ГАИ, по-старому, да, ГИБДД, каждый день это очень напряженная ответственная работа, потому что вы обеспечиваете нашу безопасность. И первым вопросом традиционно хотелось бы узнать, как в целом складывается обстановка на наших дорогах. Андрей Александрович, давайте с вас, вы ближе ко мне сегодня сели. На территории обслуживания нашего подразделения в этом году, по сравнению с прошлым годом, обстановка более благоприятная. Хочу сказать, что за истекший период у нас произошло 61 дорожно-транспортное происшествие, где были ранены и погибли люди. В аналогичном периоде прошлого года это было 81 дорожно-транспортное происшествие. То есть снизили дорожно-транспортное происшествие, ну, в переводе на цифры 20, да. Также у нас очень благоприятная обстановка, это, я думаю, в этом году у нас ранено 2 ребенка, аналогичный период 5, погибло 0 детей, аналогичный период прошлого года 2 ребенка. Я думаю, это заслуга родителей, заслуга большого управления образования нашего района, ну, и заслуга также, я думаю, подразделений, кто обслуживает данный участок. Вот, ну, и ранено у нас 75 человек, и аналогичный период прошлого года 100. Я думаю, цифры они говорят сами за себя, то есть подразделение работает, стараемся. Главное, удерживайте цифры, чтобы они до еще меньше стояли. Да, будем стараться. Ну, конечно, по цифрам, по нарушениям в этом году, что печально, то, что нетрезвых водителей с каждым годом становится больше и больше. В этом году, значит, у нас выявлено на 100 водителей в нетрезвом состоянии больше, чем в прошлый год. То есть, несмотря на ужесточение санкций, пить за рулем меньше не стало. Меньше не стали, да. Такая же ситуация, я думаю, во втором батальоне. Но мы сейчас узнаем, Петра Витальевича. Вот. Ну, это вот коротко. Петр Витальевич, как на ваших федеральных трассах? Ну, во-первых, здравствуйте. Еще раз. Хочется надеяться на продуктивный разговор сегодняшний. По итогам 8 месяцев техническими средствами регулирования, ну, и, конечно, я не снимаю заслуги инспекторов ДПС, у нас намечено снижение количества ДТП. Так, в этом зачетный период 8 месяцев 186 дорожно-транспортных происшествий случилось по территории обслуживания. Это на 15 ДТП меньше по сравнению с позициями прошлого года. По погибшим 52 человека погибло. Один ребенок в том числе. ранены 234 гражданина, из них 8 человек детишек. Ну, по надзору цифры тоже не такие утешительные, скажем, неутешительные, как Андрей Александрович отметил. Водитель как нарушает, так и продолжает нарушать личного состава, больше не становится. Но на подмогу приходят нам средства фото-видео фиксации нарушений. Денежки поступают в федеральный бюджет, направляются на целевые программы обезопасных. Но вот у вас выявляемость нетрезвых водителей за рулем больше-меньше стала по сравнению с прошлым, например, годом? Пить стали больше, по вашим данным? Да, пить стали больше, но беспокоит немножко другое. Что? Увеличилось количество ДТП с водителями, находящимся в нетрезвом состоянии. Ну, это закономерно. Если стали больше пить, соответственно, теряют за собой контроль, и вот они ДТП. И сам виноват еще и других наказывать невиновных, ни в чем людей. И резко поднялась у вас эта цифра? Нет, ну, ненамного. Это единичная позиция, скажем, там, в пределах десятка. Но в любом случае это уже заставляет задуматься. В таком состоянии садиться за руль. Ну, понятно. Но на ваш взгляд, ну вот, ну что, вот теперь остается только попался пьяный за руль пожизненно лишать права управления. Наших людей, по-моему, это не остановит. Будут без прав ездить пьяными? Ну, я думаю, законодатели примут верное решение. Для этого мы их и выбирали. А мы будем выполнять те задачи, которые перед нами стоят. Для наших подразделений только выявлено 384 водителя в нетрезвом состоянии. Это за 8 месяцев. Потому что я помню, когда вот этот, как его еще называли, драконовский закон ввели, чтобы штрафовать и лишать прав за управление в нетрезвом состоянии. Тогда начинали, мы в рейды с вами ходили, начинали буквально с единиц. И суды принимали решение о лишении водительских прав. Сейчас, кстати, суды также активно. Всех лишают. Как и положено. Как предусмотрено. Снисхождение. Ну, правильно, какое здесь снисхождение. Пьяный за рулем это уже преступно. У нас первый вопрос по интернету, но мне кажется, он, конечно, не по вашему профилю, а вашим коллегам. Но разбирайтесь сами. В нашем доме, а именно на улице Пушкинской, 96, проживает замечательный сосед, у которого есть Жигули. Номер здесь есть. С очень громким глушителем. Приезжает и уезжает сюда очень рано утром или поздно ночью. Может приехать в третьем часу ночи или в 7 утра, поставить машину под окна и еще минут 10 не глушить мотор. В нашем доме много маленьких детей, но его это не интересует. Что нам делать, как нам быть, куда обращаться? Тут закон о тишине. Громкий глушитель. Закон о тишине. Мы единственное, что можем проверить, неисправность транспортного средства, исправлено ли глушитель или нет. Понятно. Мерить шумомером. Понятно. Но вы можете эту информацию, например, коллегам участковым передать? Нет, но участковые здесь как бы тоже ни при чем, понимаете. Закон о тишине нарушается, если он в 3 часа ночи. Закон о тишине нам тоже никто не запрещает глушить двигатель, заводить машину. А если он очень громко работает? Ну, если он очень громко работает, значит, это неисправно техническое транспортное средство. Поэтому, я думаю, вопросом мы этим займемся. Все. Мы возьмем этот вопрос на контроль. Попробуйте помочь. Хорошо, да, попробуем помочь. У нас еще и телефонный звонок есть. Добрый вечер, вы в эфире. Алло. Добрый вечер. И у меня вопрос по пешеходным переходам. Я смотрю, в городе многие пешеходные переходы, в частности, на улице Загорской, поменьше их стало. А вот около Нарсуда очень опасное место, горка, не видно пешеходов, машины стоят. Можно его пониже чуть переместить к повороту на улицу Обороны, пешеходный переход там. И еще вопрос. Светофор около проходной фрейдерного завода. Проходимость людей очень небольшая, а светофор работает круглые сутки. Перевести его на кнопку, так называемую, чтобы люди нажимали кнопку и переходили. Все, спасибо. Понятно, спасибо. Так, первый вопрос. Куда исчезло сразу несколько пешеходников с улицы Загорской? Ну, хочу вам сказать, что согласно ГОСТу, все проведено в соответствии с ГОСТом, что в населенном пункте с пешеходные переходы должны находиться друг от друга на расстоянии не менее чем 150 метров. Так, это по Загорской улице, понятно. Там они были через каждые 50 метров. Точно так. Точно так. Вместе с тем, можно попросить вас как представителя ГИБДД, который может составить предписание дорожным службам или коммунальным службам. Вот пешеходный переход от улицы Карапоткинской на Загорскую. Представили. Вы начинаете переход. Вот, если вы относитесь к маломобильным группам граждан или гражданам, которые с колясками, например, мамы с детьми, простите, приходится идти по проезжей части для того, чтобы подойти к какому-то магазину, потому что перед вами череда ступенек, а пандусов нет. Как исправить вот данную ситуацию? Можно вас попросить вмешаться в ситуацию? Вы представили, да, вот переход, перед вами ступеньки, вам нужно либо 50 метров в одну сторону по обочине идти, либо 50 в другую. Тут машины, все паркуются, кто-то выезжает, встречный транспорт. В общем-то, не очень приятно. Здесь пешеходный переход. Пожалуйста, помогите. Ну, посмотрим, как эту ситуацию исправить. Второй вопрос позвонившего. Пешеходник около суда. Горка, все там тоже неудобное место для водителей. Можно ли перенести там пешеходный переход чуть ниже, ближе к улице Обороны? Представили, там выезд с улицы Обороны, знак стоит, поворот только направо. Представили, можно ли сделать там перенос? Пешеходного перехода? Пешеходного перехода ближе вот к Обороны от Нарсуда. Или это нереально все-таки? Опасное место. Там не один пешеходный переход. Там пешеходный переход, остановка Нарсуд. Самая высокая часть вот этой вот гор. Ну, по данному, я вам хочу сказать, что да, в действительности, этот пешеходный переход мы будем переносить. По данному факту было выдано предписание. И я думаю, в ближайшее время мы его, этот пешеходный переход, то есть ближе к Обороны как раз. Ну, в более удобное место и безопасное. Петр Витальевич, следующий. Третий вопрос был как раз ко второму батарею. Да, напротив, скажем, экс-заводов резервных станков находится пешеходный переход, оборудованным светофорным объектом, без вызовной кнопки. Работает в автоматическом режиме. Затруднение транспортного потока он не вызывает. Регулирует, я прошу учесть, движение транспорта он на всем жилом массиве фрезерного поселка, где имеются два пешеходных перехода, не обустроенных светофорными объектами. Я считаю, это уместно его в таком режиме использовать. И в темное время суток, при неинтенсивном потоке, при отсутствии пешеходов на пешеходном переходе, мы должны принимать во внимание, что пешеходы у нас передвигаются в районе автобусной остановки и в районе ГБТУ-63, по-старому скажу. Ну а переводить, наверное, там в режим «пешеход подошел, вызвал», ну это будет там как раз столпотворение. Там все-таки большегруза у нас теперь плотным потоком. Нет, я говорю, не целесообразно его выводить, потому что если он работает в режиме, то транспортный поток регулируется на плюс-минус километр. Даже так? Вот этого я не знала. Ну понятно. Могут создать пробку, и встанет, соответственно, здесь у нас и дорога на Сергеев-Пасад, и все? Нет, я имел не это. Дорога на Сергеев-Пасад у нас довольно-таки в интенсивном, в плотном транспортном потоке, но это, так скажем, и временно, это до декабря месяца, и в декабре планируют открыть, соответственно, объездную дорогу. То есть федеральная дорога у нас из города Дмитрово уйдет. Вопрос в другом, в том, что помимо транспортных потоков, еще существуют потоки пешеходов. Пешеходы интенсивно движутся у нас как в районе автобусной остановки, так и в районе ГПДУ-63. И поэтому вот этот светофор, который находится посредине, он регулирует движение автомашин в зоне видимости этого светофора. — Понятно. Хотелось бы сразу затронули пешеходные переходы так интенсивно. А почему стали сейчас перерисовывать многие пешеходные зебры в два цвета, белый и желтый? — Потому что сейчас существует новый ГОСТ, и все пешеходные переходы мы переводим в соответствии с данным ГОСТом. Это в основном дорожные знаки 1.23, 1.22, 5.19.1, 5.19.2. Значит, они применяют на щитах с светоотражающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета. Ну, также допускается применять другие знаки на таких щитах в местах концентрации ДТП и для профилактики их возникновения на опасных участках. Значит, у нас все пешеходные переходы потихонечку мы переводим в соответствии с ГОСТом, да. И в скором времени, я думаю, все пешеходные переходы у нас будут в таком времени. — Будут такие? — Ну, да. — Причем, у нас есть пластика, у нас износоустойчивая. — Да, износоустойчивая, и видно это издалека для безопасности дорожного движения. Также, да, у школы будут пешеходные переходы также оборудоваться. — Там мигающие знаки устанавливаются. — Ну, это одна из разновидностей, да, дорожных знаков. Также они ограждениями должны оборудоваться 50 метров в одну сторону, 50 метров в другую сторону, да. — То есть вот мигающий знак пешеходный переход, который вот питается от солнечных батарей, они устанавливаются только у крупных детских объектов, да? — Ну, не обязательно, это так экспериментальный такой дорожный знак. — Да, да, он не в обязательном порядке где-то устанавливается, но тем не менее... — Ну, по крайней мере, он в глаза бросается и привлекает внимание водителей, в общем-то, и водитель как-то уже более внимательно относится к этим зонам. — Согласен, да. — Лучше бы их везде ставили, скажем. — Ну, будем стараться, я думаю, дорожные организации нас поддержат. — Пойдут на встречи. — Да, пойдут на встречи. — Вашим пожеланиям. — Да, конечно. — Ну, и пожеланиям участников дорожного движения тоже. — У нас еще один телефонный звонок, давайте его примем. — Добрый вечер, вы в эфире. — Алло. — Алло. — Алло. — Здравствуйте. — Здравствуйте. — Ваш вопрос, пожалуйста. — Здравствуйте. — Мы вот проживаем на улице Маркова, напротив Макдональдса, по улице Профессиональной. Подскажите, пожалуйста, когда закончатся ночные заезды, машин, мотоциклы, и гуляния напротив Гелиоса. Дети маленькие, никак не уснуть. Спасибо. — Ну, напротив гуляния, напротив Гелиоса я вам ничто не могу ответить, а на счет ночных заездов, я думаю, они уже мотоциклисты, у нас сезон закончился, они уже, значит, не ездят, но, тем не менее, летом неоднократно я лично встречался с мото-клубами нашими, проводили мы беседы, встречи, собрания, обсуждали этот вопрос. Ну, делаем, что можем, конечно. Я думаю, в ближайшее время мы обсуждали этот вопрос и с администрацией нашей, что им будет выделено место в этом году. Я так думаю, мы не успели. Но на следующий год будем стараться, будем просить, выходить с предложениями, выделить место, полигончик, где они будут уже собираться… И гонять там. Ну, как бы, да. Понятно. Петр Витальевич, вопрос от Натальи вам. Когда будет сделан нормальный поворот, разворот для автотранспорта на участке дороги А-104 Москва-Дубна 82-й километр перед Орево, в сторону Дмитрово? Здесь очень часто происходит авария. Заранее спасибо. Да, мы знаем об этой проблеме, там с учетом такого движения транспорта довольно-таки довольно-таки сильно износилось дорожное покрытие, разметка. Предписание необходимое в дорожные службы мы выдаем. В основном это движется транспортный поток, грузовой транспортный поток в связи с реконструкцией дороги на 80-м километре. Я еще раз повторю, в декабре этого года движение откроется, ну и соответственно нагрузка на населенный пункт изменится. Проблема движения в населенном пункте Орево рассматривалась на комиссии безопасности дорожного движения, как районного уровня, так и областного, ну и пока никакого решения, соответственно, не принято. Понятно. Так, вопрос по обосточной объездной дороге. Андрей Александрович, по-моему это значит вам, да? Ну а ты где? Значит, мы живем в новых домах на улице 2-й Комсомольской, это на месте зеленого хозяйства. К нам заезд со въездной дороги, а снизу со стороны космонавтов не видно выезжающих машин, а скорости там приличные, заезжать и выезжать опасно, можно как-то регулировать там движение. Значит, данный участок автодороги и данный поворот не на сегодняшний момент ни РДУ, ни нами не принято. То есть, там были рекомендации для того, чтобы скоростную полосу для разгона она была, и они до сих пор, кто застраивал эти дома, это не выполнили. В предписании все технические условия? Ну, конечно, да. То есть, проблемы все у застройщика? В тех условиях выполнены не были, да, все проблемы с застройщиками. Так что, наверное, жителям стоит теребить его, тем более дома там продолжают строиться? Естественно. Там опасный участок, там излом дороги, поэтому, естественно, там будет опасный выезд, поэтому там нужно расширять проезжую часть, делать разгонную полосу. Понятно. У нас телефонный звонок, давайте его примем, ну, а вопросы по интернету сыпятся, как из рога изобилия. Будем потом отвечать на них. Добрый вечер. Алло. Добрый вечер. Добрый вечер. Беспокоит вас житель с улицы Оборонная. Вот у меня вопрос следующего характера. Асфальт сняли, поменяли, а разметка тоже как-то изменилась. Я проживаю в доме 22, напротив ледового дворца, 10-этажка. Выехать от него теперь стало, ну, достаточно проблематично. Даром, что улица контролируется двумя светофорами, один возле магнита, другой у Лорана. Но почему-то разделительной стало слишком много, где были раньше разрывы. Понятно. Потому что такой же вопрос вот задали по ситуации на профессиональной ледовый Лоран Экстрим Олимпик гостиница по интернету. Ну, хочу ответить на этот вопрос, что согласно проекту организации дорожного движения, вот так же линия разметки на данном участке проведена в соответствии с ГОСТом. Но по просьбе жителей, значит, и посетителей нашего спортивного комплекса Дмитров Ледовый дворец, значит, мы с просьбой вышли в РДУ. И там будет изменена эта разметка 1.1 на 1.11. То есть, со стороны центра города будет разрешен поворот налево в сторону Ледового дворца. Но выезд будет разрешен только направо. Поворот в сторону поселка ДЗФС будет запрещен. Понятно. Это когда уже разметка будет нарисована и появятся знаки. Ну, вот в ближайшее время уже работают у нас разметчики. То есть, будьте внимательны. Да, вообще этот участок находится до сих пор еще в ремонте. Ремонт не принят, работы еще не завершены. И если какие-то есть пожелания, уже выступайте сейчас. Понятно. Пока еще можно что-то... Но выступайте не в адрес службы ДПС ГАИ, а собственнику дороги, МОС Автодор. Понятно. Но прислушаются ли они? Может быть, эффективнее задать вашу, а вы уже передали? Нет, мы не можем выступать инициатором по тем причинам, что вот товарищ предложил разрыв организовать. Этот разрыв приведет к увеличению дорожно-транспортных происшествий в этом месте. Сейчас разметка нанесена в соответствии с требованиями ГОСТов. Если бы у нас тогда еще в соответствии с требованиями ГОСТов и разумности строили дома и заселяли их, но давайте тогда начнем с этого. Ну, сейчас только Андрей Александрович говорил про этот момент. Мы не принимаем эти объекты. Мы выступаем инициаторами неприятия объектов этих дорожными службами. Безусловно, потому что мы служба, которая обеспечивает безопасность на дороге. Все, этим сказано все. Но это вот моя реплика была, это в общем, скажем так. Так, Евгений такой вопрос задает. Я был лишен прав на полтора года до внесения поправок 1 сентября 2013. Нужно ли мне сдавать теорию? Ведь лишен я был по старым правилам. Значит, ты получать права должен по старым? В настоящее время нет такого, что водитель после лишения водительского удостоверения сдает правила дорожного движения после истечения срока лишения. То есть, получает также, предоставляет медицинскую справку, получает свое водительское удостоверение. Можно ли навести порядок с парковкой около магазина перекресток напротив площади? Там сейчас подземная парковка тем более закрыта. Мы пытаемся, мы наводим порядок. Были на улице почтовые установлены дорожные знаки. Мы работаем, значит, эвакуируем транспортные средства, которые стоят с нарушением правил дорожного движения. Ну, практически работаем три раза в неделю. Сейчас больше будем работать. Опять же, у нас проблема с парковкой. Меры по эвакуации неэффективны, оказывается. Я так думаю, да. Потому что вы убираете и тут же через 10 минут ставится... Ну, у нас начнем с того, что недостаточно службы, которые осуществляют эвакуацию транспорта. А вот эта служба, которая эвакуирует транспортно, она обслуживает три или четыре района, да? Да, ну, мы, я хочу сказать, что практически вот работаем, да? Машины по 12 мы ежедневно... Убираете оттуда? Три раза, четыре раза в неделю оттуда убираем, эвакуируем, то есть перемещаем на охране и на стоянке. Но, что я могу сказать? Работаем в этом направлении. Да, потому что у нас ситуация в центре, конечно, везде непростая, с парковкой и с организацией движения. Так, Наталья из Икши задает вопрос. Петр Витальевич, вам. В поселке Икши Дмитровском шоссе установлены камеры на скорость там, где в округе один лес. Водители снижают скорость, зато саму Икшу, где люди переходят дорогу, водители разгоняются беспрепятственно. Где логика? Ну, логика в том, что вот в месте, где установлены камеры, у нас очаг ДТП ушел в нули. Там происшествий тяжких с погибшими не произошло у нас за последние два года. Да, но ситуация в самом населенном пункте Икша, это 51-й километр, у нас вызывает по настоящий момент озабоченность. Так, по всем 300 километров дорог, это у нас единственный уже очаг ДТП, где 9 происшествий. В большинстве своем там наезды на пешеходов. Сейчас мы вышли с инициативой, и те два пешеходных перехода, которые не оборудованы у нас никакими средствами регулирования, будут установлены светофорные объекты, зарежимленные. Движение, соответственно, придет в порядок. Да, кроме того, реконструкция этого участка прошла, тоже соответственно, знаки там нанесли на проезжую часть, ограничения с 60 до 40. Рассматривается вопрос об установке передвижных комплексов, вексации нарушений, которые используются, скажем, в населенном пункте Деденева. Ну, я думаю, мы ситуацию приведем в нормальной рамке. Вопрос с администрацией уже идет на обсуждение. В ближайшее время изыскиваются денежные средства установки светофорного объекта в населенном пункте Ермолина, то же Ишанское поселение. И, кроме всего прочего, до 47-го километра у нас будет установлено тросово-осевое барьерное ограждение. Ну, так вот ситуация раз... Понятно. С техническими средствами регулирования в этом населенном пункте будет происходить. Все понятно. У нас телефонный звонок, давайте его примем. Добрый вечер, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Евгения. У меня назрел и наболел такой вопросик. У нас выезд улица Подъятчево, 7-й и 9-й дом. Это там, где почта. Получается, если мы выезжаем налево, у нас в нескольких метрах от выезда пешеходный переход. А если мы выезжаем направо, то люди с горы летят со скоростью, у некоторых превышает за сотку. Поворот достаточно слепой. Очень много кустов, и просто не видно, выезжаешь у лотереи, успеешь, не успеешь. Не видно. Там люди на сумасшедших скоростях вылетают. Как с этим быть и что делать? Ну, пешеходный переход, соответственно, там тоже перейти фактически невозможно, потому что просто страшно. Спасибо, Евгения. Еще один опасный участок достаточно Дмитрова. Ну, мы посмотрим, конечно, этот опасный участок. Там лежачий полицейский гораздо выше. Это вот здесь, где почта. До лежачего полицейского порядка 200 метров вверх. И там идет поворот как раз вверх. Сверху и после лежачего полицейского все начинают нестись. Действительно так. Невзирая на то, что там знаменитые эти люки, которые, скажем так, не очень хорошо закатаны, их все объезжают. А это вот как раз здесь выезд 7-й дробь 9-й дом. Представили, да? Где помойка, где почта. И получается, что в одну сторону поворачиваешь вниз к вокзалу, либо тебе снесут перед машины. И если хочешь повернуть налево, то тоже достаточно опасная ситуация. Кусты. Там слева слепой поворот получается. Смоделировали, да? Мы рассмотрели этот вопрос, да, обследуем данный участок в дороге и посмотрим, что можно сделать. Может, положить искусственные неровности дополнительные. Чтобы подтормаживали. Понятно. Жители РТС. Вопрос первый. В поселке РТС на повороте к 11-му дому стоит годами ржавая газель с огромным рекламным бортом и превращает выезд в абсолютно слепой. Ничего из-за нее не видно. И второе. На переволке Погодной умельцы наставили напротив своих домов незаконные лежачие полицейские. Безопасно не проехать, не у всех же у нас джипы. Вот первая ржавая газель, которая делает слепым поворот. Дом 11. Мы рассчитываем вам все вопросы. Да, конечно, мы тогда займемся этим вопросом по поводу погонной умельцы наставили напротив своих домов незаконные искусственные неровности. Вспоминаю. Там выше? Выйдем, посмотрим. Если это в действительности так, значит, выдадим предписание на демонтаж искусственных неровностей. Опять же, нужно посмотреть. На месте. Как они сделаны. Может, они действительно для безопасности дорожного движения сделаны. Но, опять-таки, может быть, их дорожная организация все-таки положила. Мы посмотрим, да, конечно, выясним. Может, они согласно дислокации там установлены. Понятно. Петр Витальевич, к вам вопрос тоже по камерам. Технические средства наблюдения и фиксации. Сейчас очень активно в Подмосковье начали устанавливать камеры по системе въезд-выезд, населенный пункт, для контроля за скоростным режимом. У нас такая камера стоит, это если следовать в Москву, на выезде из Дмитрова и при въезде фактически на Яхраму. Где у нас еще вот такие будут? Планируется ли на Дмитровке, на аварийных в том числе участках устанавливать такие? Нет, вы не правы, это камеры не въездные, они фиксируют скорость транспортного средства на дистанции пути. Это вот о чем сейчас модно говорить. Среднюю скорость движения от точки А до точки Б. таких мест установок у нас по Дмитровскому шоссе порядка девяти уже точек, может они не так бросаются в глаза, но закрыли дорогу на всем протяжении. Тут уже на патрульной машине тоже быстро не поедешь, штрафы приходят. Даже так? Даже так, да. Поэтому призываю всех водителей относиться к скоростному режиму внимательнее. Штрафные санкции они настигнут. Еще хотел чего-то отметить. Наверное, жители города, района обратили внимание на массовую проверку транспорта, которая происходит у нас в будни, в выходные дни и так далее. Прошу вас не пугаться. Я не знаю, эту информацию доводили до меня прежде. Нет, эти мероприятия носят пропагандистский характер. Во-первых, они направлены на невыявление, профилактику водителей, управляющих транспортом, средствам в нетрезвом виде. Раз, так и называется, опоим нетрезвый водитель. Максимально всех останавливаем, беглым взглядом проверяем состояние водителя и дальше, соответственно, желаем счастливого пути. И второе мероприятие, причем оно с завидной регулярностью проходит в центре города, это ребенок-пассажир. Объявление о проведении этих мероприятий размещается как в вечернем Дмитриеве, так и в Дмитровском вестнике, Дмитров СУ в электронном портале. Смотрите и относитесь внимательно к проведению этих мероприятий. Ну и, в общем, соблюдайте требования, предъявляемые правилами перевозки как детей, так и управления транспортными средствами. Так вот, в ближайшее время, положим, будет проходить мероприятие нетрезвый водитель 22 сентября, секреты не делаем. Ранее, 20 сентября, это что у нас? Марковный фестиваль. Марковный фестиваль, да. Все, наверное, повезут своих детишек. И опять инспекторы АГАИ будут смотреть, как вы этих детишек перевозите. Ну, по-моему, по перевозке детей, что вы, что районный отдел ГИБДД, это системная работа. Системная работа, да. И многие уже граждане привыкли, обустроили для своих чат детские удерживающие устройства. И, скажем, все реже и реже нам удается поймать нарушителей. Да, вот только пока таксистов не приучили, перевозить детей положено. Ну, не знаю, таксисты у нас сейчас тоже... Нет, стараются, но пока далеко не все предлагают удерживающие устройства. Но это совсем тема для другого разговора. Петр Витальевич, вам сигнал СОС прислали. Записывайте. Хорошо, я запишу. Перекресток ДЗФС, поворот на Молокозавод. Во время аварии был перебит столб, держится на арматуре и проводах. Дорогу-то поправили, а столб нет, вот-вот рухнет. Хорошо. Ваша трасса. Так, перекресток в районе магазина «Спар». Двигаясь со стороны переезда, трудно повернуть налево. Часто происходят аварии с заводителей, которые хотят проскочить. Будет ли там стрелка для поворота налево? То есть это из-за речья в город. Не хочу никого обманывать. В ближайшее время стрелки там не будет. У нас не все так еще, скажем, хорошо в плане организации движения. Здесь, на этом перегрестке в частности. Все там совсем-совсем не так просто. Ну, не просто. Все, что могли, то уже сделали. Дальше будет реконструкция. Будем делать дальше. А реконструкция на какой год запланирована? 2020. Понятно. Махровый. Все понятно. Телефонный звонок принимаем. Добрый вечер. Вы в эфире. Ваш вопрос. Здравствуйте. Вот смотрю ваши регулярные передачи. Мы вот, господа, работе идти, да, и ругаем, делаем замечания. Я хочу огромной благодарности объявить тоже еще 2-го батальона. Мы с дедушкой, нам молодежь поставила кресло детское, да, на машину, но не прикрепили, каюсь, не могли никак сообразить. Нас останавливают работники, служащие 2-го батальона. Очень, они так скрупулезно посмотрели машину, сразу увидели, что кресло, но они как-то должны быть закреплены. Вы меня на них поняли, да? Мы объяснили ситуацию, что с дедушкой, ну, никак мы не можем понять. Огромная благодарность, мистер поклон. Они нам все это не то, что объяснили, они нам все это сделали, показали. И у нас было очень много таких форт-мажорных ситуаций. Вот именно с вторым районом хорошие ребята подскажут, помогут. Где-то, где-то машина, если это там случится, они обязательно скажут, где там и куда обратиться. Еще раз вам спасибо за таких работников. Спасибо. Спасибо вам за такой положительный звонок. Кстати, я хочу к нему присоединиться тоже, потому что вот несколько раз тоже вот и останавливали с проверкой. И пришлось, в общем-то, и помощи просить у сотрудников. Ну, в частности, вот в городе у нас несут службу районные, сотрудники районного отдела ГИБДД. Огромное спасибо ребятам за помощь, за какие-то подсказки. Всегда вежливо, корректно. И вот именно радует то, что реально готовы прийти на помощь. То есть вот пресловутые уже набившие у всех оскомина какую-то там высокомерие. Я лично вот не встречала наоборот. Вот возникла ситуация, пришли даже на помощь. В общем-то, даже немножко неожиданно. Очень лестно слышать. Вот, так что спасибо вам большое за вашу службу и второй спецбатальон на районной ГИБДД, потому что все-таки с вами безопаснее на дорогах и как-то спокойнее и надежнее. Хотя очень жалко, что ваши службы, если верить информации, которая доходит, к сожалению, опять будут сокращать. Не хотелось бы. Но это вот, скажем так, мнение некоторых представителей, вернее, участников дорожного движения. Так, переходим дальше к вопросам, потому что их очень много. Тема все-таки безопасности дорожного движения достаточно актуальна для всех нас. Можно как-то обезопасить заречье от количества автотранспорта, который объезжает пробки на Рогачевке. Потом поток машин, особенно летом, очень большой. Петр Витальев. Я не понял вопроса. Ну вот, заречье задыхается от потока автотранспорта. Там ездят, вы знаете, уже и по обочинам в дворе, да, выстраиваются. Там веселая ситуация подчас складывается. Улица Новорогачевка. Ну, по Новорогачевке. Новорогачевка. Да, Новорогачевка. Значит, мы все упомяем на то, что построят у нас объездную дорогу. И грузовой поток, те фуры, они все уйдут туда у нас. За Дмитриев. За поддубки будут выходить. Дорога уже в целом построена. Остался минимальный участок и принятие в эксплуатацию. Но это будет наподобка вот этой стороны, заречье. А там все затруднения идут из-за тех грузовиков, которые все равно проезжают. Через Дмитров. Да, под знак движения грузового транспорта. Запрещено, да, все равно. И вот недавняя авария. Затруднения, опять же, на перепуске, про которую мы разговаривали, тоже, опять же, из-за этих грузовиков. К сожалению, инспекторов не хватает. Не хватает, да. На город. Где на экипаж, это погода не сделает. Роман задает вопрос. Когда появится разметка на дорогах Дмитрова? Дороги отремонтировали, разметка потом. Роман, наверное, рано ложится. Но пока не ретят, вчера Пушкинскую улицу рисовали. Начинается в 11 часов ночи. Не, ну не в 11, а вчера в 8 вечера Пушкинскую улицу рисовали. У нас работает организация, которая занимается дорожной разметкой. Роман это сказал, да, что Дмитров не разукрашивает. Мне вот до боли обидно, почему территорию 2-го батальона еще не начали разукрашивать. Не начали, вот как. Нет, сначала Дмитров, сначала Дмитров. То есть, организация работы, это дело постепенное. За один день все не восстановить. Нам хотелось бы, конечно, чтобы они работу закончили до дождей. Максимально быстро. А дожди у нас уже на следующей неделе обещают. Значит, у нас в понедельнику все закончили. Закончили. Хочу вернуться к тому вопросу, добавить по улице Почтовая, Заборская. Вот наш район, он вошел в эксперимент. Это три района всего Московской области, где работают и проложены маршруты. Автомашина Парктронник, которая выявляет водителей, которые оставляют машины свои под запрещающим знаком. Вот такой как раз маршрут проходит. Это по улице Заборская, Почтовая, вот здесь. Что он, в принципе, даст положительно для регулирования потока транспорта и проблем с движением? Ну, я думаю, когда уже будут приходить фотографии с нарушениями, с постановленными, так называемые, да, как в народе называют письма счастья, народ уже будет обращать водителей внимание, что там машины ставить нельзя. Оставьте где хотите, потому что в центре парковки. И в 2014-2015 году, как обещают, остановить в Московской области, в населенных пунктах, около 700 объектов средств видеофиксации. Понятно. Вместе с тем, вот мы все проводители, проводители, а другие участники дорожного движения у нас остались немножечко не в теме. Пешеходы. Нарушений, которые совершают пешеходов, стало больше, меньше? Да, нарушений стало гораздо меньше. Хочу сказать, что все равно у нас по причине, значит, виновниками в большинстве случаев, в 98 случаях при дорожно-транспортных происшествиях, их виновниками при ДТП становятся водители. Только в 2% это, значит, пешеходы. Скорить не буду, хотя не согласно. Ну, ладно. Статистика это показывает. Статистика это статистика, понятно. То есть пешеходы стали все-таки более себя ответственно, скажем так, вести. Да, да. В чем вы видите успешность этого? В том, что вы стали очень уже активно в школах, в детских садах присутствовать? Или все-таки просто люди стали более ответственно относиться к своей жизни? Наверное, более, первое, это более ответственно относиться к своей жизни. Второе, это пропаганда безопасности дорожного движения. Дети-то растут, становятся взрослыми. Дети растут, становятся взрослыми. И хочу еще раз поблагодарить это управление образования, то, что действительно в школах проводится очень большая совместная работа. И, значит, очень большой укол в данном направлении идет. Вы будете, кстати, проводить еще акции с детьми, выйдя из темноты с раздачей фликеров, потому что наступает, уже смеркается рано. На данный момент, значит, сейчас у нас уже началось профилактическое мероприятие под названием «Засветись». Где мы будем, естественно, проводить беседы в школах, работать на перекрестках, на пешеходных переходах, раздавать световозвращающие фликеры, беседовать с родителями, с детьми. Сейчас у нас на данный момент, наверное, дети больше родителей знают. В общем-то, да. И об этих вещах тоже. Жалко, что у нас пока в стране не обязательно нашивки на одежду, на обувь, на коляске, на ранце. Вот этих все-таки вещей, потому что они нужны. Да, изготовители детской одежды стараются уже, стараются, да. Мне опять хотелось бы отметить, что технические средства, то есть вот обочина, обустройство пешеходных переходов, пошли они уже на новый уровень, и пешеходам ничего не остается, как переходить только по зебре, двигаться только по обочине. Вот вы заметили, что в городе у нас массово прямо взялись чистить эти обочины, уложить ту грязь, которая несколько лет скапливалась на них. Еще бы на тротуарах такое было. Ну, я думаю, дойдем до тротуаров, вот у нас и тротуары строятся. И бордюры, чтобы пониже были, на пешеходных переходах. Все-таки. Да, доступная среда, это программа, она федеральная, да. Потому что, к сожалению, у нас маломобильный групп населения, она не такая уж малочисленная. И в конце концов, пенсионерам тоже тяжеловато подчас преодолеть достаточно высокий уровень. Буквально будет 1 октября у нас. Какая акция? Семерный день инвалидов, по-моему, я так понимаю, да? Да. Мы уже работаем, значит, где у нас торговый, из центра. А, проверяйте стоянки, наличие стояночных мест. А, граждан, на наличие парковочных мест для инвалидов. Ну, понятно. Телефонный звонок, мы его принимаем или нет? Ну, как же, мы хоть у нас. Добрый вечер, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вопрос такой. Перекресток Пушкинская и Загорская. Со стороны налоговой инспекции едешь, там светофор загорожен указателями. Как-то это неудобно, это давнишняя история. И второй вопрос. Почему-то вот на новых дорогах даже вот лежащие полицейские делают квадратными. Они, в общем-то, ничего не останавливают скорость, только машина бьется. Спасибо. Спасибо. Согласна, согласна, согласна. За некоторые полицейские дорожников хочется. Ну, по поводу вот как раз данного перекрестка, то, что дорожные знаки загораживают... Слеповатый перекресток, получается. Да, значит, светофорный объект. По данному, значит, недостатку было выдано представление, срок которого еще не истек. Поэтому, если, значит, этот недостаток не будет устранен, значит, будем наказывать. Понятно. Потому что тоже вот хорошо очень, что почистили, кустарник убрали перед пешеходным переходом и светофорным объектом на Семенюка, Пушкинская. Там, потому что тоже и водителям не видно было, которые двигаются со стороны Маркова. Вернее, со стороны, получается, ну, Нарсуда, скажем так, КТС. И пешеходам тоже там было непросто. Вот, приняли меры, большое спасибо. Стало гораздо безопаснее. Николай очень просит, Петр Витальевич, вас, вас уже, посодействовать в установке или же в обновлении освещения по всей улице профессиональной. В темное время суток, особенно в плохую погоду, дождь, слякать и так далее, пешеходов не очень хорошо видно. Терзю, я записал курс. Вот. Телефонный звоночек принимаем. Добрый вечер, вы в эфире. Алло. Так, телефонный звонок сорвался. У нас совсем остается времени мало до окончания прямого эфира. Ну, вот, если мы примем, то еще буквально один телефонный звонок. Очень хотелось бы спросить, вот, всегда в начале сентября перед школами появляются сотрудники ГИБДД. Это повышает степень безопасности дороги детей в школьные и вообще образовательные учреждения. Как долго продлится эта акция? Ну, я понимаю, что основную нагрузку на себя вновь принимает районный ГИБДД. Ну, я хочу сказать, что акция у нас продолжается. Это весь учебный год, весь учебный год сотрудники. Другие, конечно, выставляются у школ. Это зачастую выставляется у таких школ, где рядом проезжая часть, да, дорога. То есть, в принципе, это будет достаточно системно. Дети без пригляда не останутся ваших сотрудников. Ни в коем случае. Понятно. Как раз вот телефонный звонок, он станет последним на сегодняшнем эфире. Мы его принимаем. Добрый вечер, мы вас слушаем. Алло. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, для кого установлены знаки вдоль дома Аверьянова 3, вдоль Маркова номер 2? Как вот знаки установлены, а машины все едут и никто не соблюдает движения? И второй вопрос. Выезд между Аверьянова 3 и Аверьянова 1 сделали сплошную. Выехать очень сложно. На повороте оборонной очень сложный перекресток, очень много аварий. Развернуться очень сложно. Понятно. Ответьте, пожалуйста. Так, первый вопрос по знакам на внутридомовую территорию. Я так понимаю, это вдоль, значит, мультипрофессиональная. Дворовая, я понимаю, что это Аверьянова 3, Маркова 2. Вот где установили новые дорожные знаки, значит, сделали одностороннее движение по распоряжению главы администрации. Ну и, естественно, по просьбе жителей. Ну это по магазинам. И место для объезда начинается такое движение, да, как по Большому шоссе. Поэтому было принято такое решение. Будем работать там, естественно. Чтобы на встречу никто не ехал. Да, они совсем, значит, были приняты, установлены недавно. Ну, даем время немножко людям привыкнуть. Конечно, нужно привыкнуть, потому что люди едут, еще не понимают организацию дорожного движения. Нужно немножко людям дать. Понятно. И выезд от дома номер 3 на улицу профессиональной между, вот, ну я поняла, башней и вот... Да, там дорога по две полосы в каждом направлении. Она технически не предназначена для осуществления разворота. Либо вот таких маневров, которые женщина предлагает там делать. У нас довольно-таки широкая дорожная сеть в городе Дмитрово. И выбирайте маршрут, удобный для движения, с целью избежать аварийных ситуаций. Так, три последних вопроса с интернета. Все остальное в виде распечаток отдадим вам. Ну, мы распечатки полностью вам, естественно, передадим. Напротив УВД нарисовали пешеходный переход, а знаков нет. Почему? Переход в сторону криминалистов. То есть от рынка представили, да? Членок железной дороги. Я еще хочу сказать, что данная дорога в стадии ремонта она находится, в стадии реконструкции. Поэтому линии разметки там нарисовали, значит, разметку. А дорожные знаки еще установить не успели. Понятно, появится. От светофора у Ледового до светофора Рогачевского. Очень опасный участок, машины разгоняются, постоянно авария. Что планируется сделать на этом отрезке? На этом отрезке экипаж стоит, контролирует скоростной режим. Но технически там ограничить дорожное движение путем установки неровности, это недопустимо. Только режимить нарядами. Понятно. И последний вопрос от Игоря зачитываю. Живем напротив гипермаркета «Карусель». Чтобы перейти дорогу в магазин, приходится ждать, когда появится окно между машинами. Если можно сделать перед переходом лежачий полицейский. И другой вопрос. Вот сегодня как раз была в том районе, когда наконец-то там появятся нормальные пешеходные тротуары. Их как не было, так и нет. Пешеходный переход есть, ты попадаешь либо в овраг, либо в кусты, либо на пыльную жуткую обочину. Как двигаться людям? Ну, хочу сказать, что по тротуарам, значит, мы уже не раз наказывали гипермаркет «Карусель». Им также опять выдано представление по тротуарам, по освещениям. Пешеходные переходы, значит, там существуют. Ну, будем, значит, смотреть. Возможности дальше. И возможности установления, значит, искусственных неровностей. Потому что там вот реально, ну, сами знаете, участок достаточно опасный. Андрей Александрович, Петр Витальевич, наше время стремительно вот уже вот в последние минуты эфира уходит. Вы знаете нашу добрую традицию сделать какое-нибудь объявление, что-то сказать, может быть, с чем-то поздравить. В общем, обратиться к нашим телезрителям. Петр Витальевич, давайте начнем с вас. Вам слово. Ну, честно говоря, мы с нетерпением ждем вот этих встреч с телезрителями. Ну, попрошу отметить, что у нас есть телефоны в дежурной части. Руководство батальона всегда на местах. Если что-то вас беспокоит, то ради бога обращайтесь. То есть ни одно ваше обращение без внимания не останется. Давайте будем доступны друг другу. Андрей Александрович, вам слово. Я также присоединяюсь к словам Петра Витальевича. Также очень такие, чтобы встречи наши всегда были насыщенные. И очень рады принять от вас какие-то проблемные вопросы, какие-то недостатки, может, в нашей работе, в организации дорожного движения. Мы всегда рады выслушать, принять это, ну, и, естественно, устранить. Если это возможно. Я напоминаю, что гостями нашей студии сегодня были Андрей Александрович Ершов, исполняющий обязанности начальника районного отдела ГИБДД, и Петр Витальевич Булатов, начальник штаба 2-го батальона ДПС. Я вас благодарю за то, что вы сегодня стали гостями нашей студии. Вы у нас бываете очень часто. Надеюсь, что ближе к Новому году вы вновь придете к нам. Спасибо за предоставление. Да, чтобы вновь достаточно активно наши жители могли пообщаться с вами, как с представителями ГИБДД, потому что это нужно. Это разговор, который, я думаю, всегда даст позитивный результат, который пойдет на благо безопасности дорожного движения. Спасибо вам большое. Уважаемые телезрители, я также благодарю и вас за вашу активность. Большое вам спасибо. И надеюсь, что ровно через неделю активность будет не менее низкая, а может быть даже и высокая. Ведь гость студии будет глава Дмитровского муниципального района Валерий Васильевич Гаврилов. Напоминаю, что это будет ровно через неделю, в следующий четверг, 25 сентября. Так что готовьте свои вопросы и звоните или пишите к нам в эфир ровно через неделю, в следующий четверг. До свидания, до новых встреч и берегите всегда себя, если вы выходите на дорогу в качестве пешехода или водителя. И будьте взаимовежливыми. До свидания, до новых встреч, всего хорошего.